Святые отцы о сотворении человека. Василий Великий. Вспомни, как ты создан. Поразмысли о мастерской этого естества. Рука, воявшая от тебя, рука Божья. А вылепленное Богом не должно быть осквернено пороком. Не должно извращаться грехом. Не выпадай из руки Бога. Ты — сосуд, созданный Богом, происшедший от Бога, прославший Творца. Ведь ты появился не ради чего-то иного, но только ради того, чтобы стать орудием, достойным славы Божьей. И весь этот мир для тебя словно некая написанная книга, повествующая о славе Божьей, возвещающая собой тебе тайное и незримое величие Божье, тебе, имеющему ум к познанию истины. И так тщательно запомни сказанное. Иоанн Златоуст. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Книга Бытие, 2 глава, 7 стих. «Человеколюбию Божьему угодно было созданного из земли человека сделать обладателем разумной души, благодаря чему это живое существо оказалось превосходным и совершенным. И вдунул, — говорит Моисей, — в лице его дыхание жизни. То есть вдуновение сообщило созданному из земли жизненную силу. И так образовалось существо души. Потому Моисей и прибавил. «И стал человек душою живою». Приняв вдуновение дыхание жизни, созданное из праха, стал душою живою. Что значит душою живою? Душою, действующей, для которой члены тела, как орудия ее действий, послушные ее воле. Когда слышишь, что Бог вдунул в лице его дыхание жизни, разумей, как Он произвел бестелесные силы, так и благоволил, чтобы и тело человека, созданное из праха, имело разумную душу, которая могла бы пользоваться телесными членами. И так человек состоит из трех образующих. Первое. Тело человека, наша плоть, кости, все внутренние органы и кровь, созданные Богом из праха, то есть пыли, земного. И создал Господь Бог человека из праха земного. Книга Бытие, 2 глава, 7 стих. Второе. Дух человеческий. Бог вдунул в лице человека, вдунул в лице его дыхание жизни. Книга Бытие, 2 глава, 7 стих. И третье. Душа. И стал человек душою живою. Книга Бытие, 2 глава, 7 стих. Апостол Павел подтверждает тройственность человека. «Сам же Бог мира, да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело, во всей целости, да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. Мы не беремся здесь убеждать читателя своими словами, но предоставим это святому, непогрешимому Слову Божьему. Подробнее о душе человека поговорим в разделе «Загробная жизнь». Грехопадение человека. Грехопадение человека описано в третьей главе книги Бытие. Грех вошел в мир через Адама. Посему как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Послание к римлянам, 5 глава, 12 стих. Грех — это непослушание Богу. Грех — это нарушение закона или заповеди. Грех — это неизлечимая болезнь души. Она сравнивается с проказой или злокачественной опухолью. Грех — это состояние духовного упадка, деградации общества в целом и личности в частности. Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле. Первое послание Иоанна, 5 глава, 19 стих. Отсюда всякого рода преступления. Грабеж, убийство, насилие, террор, войны, моральное разложение, наркомания и деградация общества, как написано в послании к римлянам. Нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Горта них — открытый гроб. Языком своим обманывают. Яд аспидов на губах их. Уста их полны злословия и горечи. Ноги их быстры на пролитие крови. Разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира. Нет страха Божия пред глазами их. Послание к римлянам, 3 глава, с 11 по 18 стих. Это следствие греха. Все больше и больше проявляется в нашем мире. Грех произошел от дьявола. Было время, когда через змея дьявол искусил Еву, а она дала запретный плод Адаму. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. Книга Бытие, 3 глава, 6 стих. У греха всегда есть прельщающая сторона. Но совершая грех, человек не думает о его последствиях. «Будучи потомками Адама, мы унаследовали грех и стали зависимы от него, то есть находимся в плену греха. Над нами, как над грешниками, тяготит праведный гнев Божий. Грех несовместимый со святым Богом, и человек, послушав дьявола, должен разделить с ним его участь, быть в аду». Помимо унаследованного греха, каждый, даже самый культурный и вежливый человек в своей жизни грешил перед праведным и святым Богом. В Библии так сказано. «Потому что все согрешили и лишены славы Божией». Послание к римлянам, 3 глава, 23 стих. «Нет праведного ни одного». Послание к римлянам, 3 глава, 10 стих. «Возможно, как граждане в обществе мы и уважаемые люди, но перед Божьей праведностью все без исключения грешники и подлежим суду. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 18 стих. «Следствие греха — смерть. Ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Послание к римлянам, 6 глава, 23 стих. «Но благодаря тому, что Бог есть любовь, Он сделал все, чтобы грешник не попал в адские муки вместе с дьяволом». Об этом мы и порассуждаем в разделе «Спасение». Вера. Вера — это твердая убежденность в существовании невидимого Бога, полагающейся на богодухновенное Слово Божие, написанное к нам Духом Святым, через которое мы находим в Иисусе Христе своего Спасителя, дарующего верующим прощение грехов и жизнь вечную. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Послание к евреям, 11 глава, 6 стих. «Изучая окружающий нас мир, природу и Вселенную, и самих себя, мы видим, что все разумно устроено, как во Вселенной, так и на земле. Все рассчитано и учтено до мельчайших деталей. Всему даны законы и порядок. И те, кто не верят в существование Бога, как мы уже говорили, безответны». Так говорит Библия. «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». Послание к римлянам, 1 глава, 20 стих. «Человек, отвергающий Бога, верит, что всему начало взрыв, слепой случай, обстоятельства, мест и миллионы лет. Но никогда не было и не будет того, чтобы даже разумный человек сделал что-то умнее себя. Если он изобрел своим разумом какой-то прибор или механизм, то разве это изобретение может быть умнее его создателя? В теории безбожников получается так, что слепая природа из мертвой материи создала человека и все живое на земле. На что только не идет грешник, чтобы убрать Бога из сознания и не нести перед Ним ответственность за свою жизнь. Итак, Бог открывается нам в природе и в Своем Слове. Поверив в Слово Божие, мы находим в Боге спасение и смысл жизни. Вера окрыляет человека и соединяет его со Своим Создателем. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Послание к евреям, 11 глава, 1 стих. Через веру Бог дарует нам мир в сердце и право на вечную жизнь. Вот некоторые места из Библии, обращенные к верующим. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни. Но гнев Божий пребывает на нем. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 36 стих. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Послание к римлянам, 10 глава, 17 стих. Праведный верою жив будет. Послание к евреям, 10 глава, 38 стих. И сия есть победа, победившая мир, вера наша. Первое послание Иоанна, 5 глава, 4 стих. Ибо мы ходим верою, а не видением. Второе послание к оринфянам, 5 глава, 7 стих. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению. Послание к римлянам, 10 глава, 9 по 10 стих. Покаяние. Покаяние – это осознание греха, ненависть к нему, изменение ума, ведущие к изменению поведения, разворот на 180 градусов. Бог желает, чтобы все люди покаялись. И так, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Книга Деяния, 17 глава, 30 стих. С этого времени Иисус начал проповедовать и говорить «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Евангелие от Матфея, 4 глава, 17 стих. «Посему я буду судить вас, дом Израилев, каждого по путям его, говорит Господь Бог. Покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы нечестие не было вам преткновением». Книга пророка Иезекииль, 18 глава, 30 стих. «Покаяние — это изменение поведения. Так говорит Бог через пророка Исаию. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, ступайтесь за вдову. Тогда придите и рассудим, говорит Господь. «Если будут грехи ваши, как багряны, как снег убелю. Если будут красны, как пурпур, как волну убелю. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли». Книга пророка Исаия, 1 глава, 16 по 19 стих. «Примеры покаяния из Библии». «А как вам кажется, у одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал, «Сын, пойди сегодня работай, виноградники мое». Но он сказал в ответ, «Не хочу». А после, раскаившись, пошел. Евангелие от Матфея, 21 глава, с 28 по 29 стих. «Ниневитяне восстанут на суд с народом Сим, и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Ионины. И вот здесь больше Ионы». Евангелие от Матфея, 12 глава, 41 стих. «Вот как это было!» «И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один день. И проповедовал, говоря, еще сорок дней, и Ниневия будет разрушена». И поверили ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретище от большего из них до малого. Это слово дошло до царя Ниневии. И он встал с престола своего, и снял в себя царское облачение свое, и оделся во вретище, и сел на пепли, и повелел провозгласить и сказать в Ниневии «От имени царя вельмож его, чтобы ни люди, ни скот, ни валы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили, и чтобы покрыты были вретищем люди и скот и крепко вопияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем». И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел. Книга пророка Ионы, 3 глава, с 4 по 10 стих. Бог благой и милостивый. Он увидел перемену в их поведении и отменил свой приговор. Он и теперь ждет от своего творения перемены поведения и покаяния, и готов помиловать и простить всех, приходящих к нему с осознанием своей вины. Воспользуемся милосердием Божьим и его долготерпением к нам, чтобы не случилось, как сказано в книге «Откровение». «Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась». Книга «Откровение», 2 глава, 21 стих. Пример молитвы покаяния. «Боже мой, услышь меня, великого грешника, и ради страданий Христа прости все мои грехи. Спаси меня и помилуй, и омой от всякого греха. Я верю Слову Твоему и хочу в дальнейшей моей жизни не грешить. Будь со мной. Я каюсь и сознаю, что мои грехи заставили страдать на кресте Иисуса Христа, моего Спасителя. Войди в мою жизнь и сохрани меня от зла и греха. Все это я прошу во имя Христа. Аминь. Если вы от искреннего сердца помолились, то Бог вас прощает. И небо радуется, как сказал Христос. Так, говорю вам, бывает радостью у ангелов Божьих об одном грешнике, кающемся. Евангелие от Луки, 15 глава, 10 стих. Если вы кого-то обидели или сделали что-то плохое, то надо попросить прощения, как поступил Закхей. Закхей же, став, сказал Господу, «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Евангелие от Луки, 19 глава, 8 стих. Вы можете в благоговейном состоянии склониться пред Его величием и, признавая себя грешником, попросить у Бога прощения грехов своими словами. Например, вы сомневаетесь или стыдитесь, или у вас нет сил простить того, кто сделал вам много плохого. Тогда нужно попросить у Бога помощи и сказать, «Господи, удали мои сомнения, стыд, дай мне силы простить тех, кто меня обижает», и т.д. Покаяние – это предоставленная Богом возможность грешнику получить прощение грехов и спасение своей бессмертной души. Каждый человек имеет право, услышав, что Бог всех призывает к покаянию, воспользоваться этой прекрасной возможностью прийти ко Христу с повинной, покаяться и стать Детем Божьим. Вот как Давид говорит о покаянии. Псалом Давида. Учение. «Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. Когда я молчал, обветшали кости мои от седневного стинания моего. Ибо день и ночь тяготела надо мною рука твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал, «Исповедую Господу преступления мои», и ты снял с меня вину греха моего. Зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его. Псалом, 31, с 1 по 6 стих. Спасение. В спасении участвует спаситель, погибающий, и дальнейшая жизнь, достойная спасения. В нашем рассуждении речь идет о спасении души человека от вечной погибели и о том, что сделал Бог для этого, а также, что должен сделать человек, чтобы иметь спасение своей бессмертной души. Первое. Спаситель всего мира и человека в отдельности – Христос. «Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос – Господь». Евангелие от Луки, 2 глава, 11 стих. «Родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их». Евангелие от Матфея, 1 глава, 21 стих. «И явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасения Божия, ибо уста Господни изрекли это». Книга пророка Исаия, 40 глава, 5 стих. И Он сказал, «Мало того, что ты будешь рабом Моим для восстановления колен Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля, но Я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение Мое простерлось до конца земли». Книга пророка Исаия, 49 глава, 6 стих. «Сын Божий через свой приход на землю, учения, страдания, смерть на кресте и победу над адом и смертью стал спасителем всех людей». В этом действии Бога открылась Его безграничная любовь к грешникам, которой есть Бог, хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. 1 послание к Тимофею, 2 глава, 4 стих. «Взяв младенца Иисуса на руки, старец Симеон провозгласил, ибо видели, очи Мои, спасение Твое, которое Ты уготовил пред лицем всех народов». Евангелие от Луки, 2 глава, 30 по 31 стих. 2 наше участие в спасении. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Римлянам, 10 глава, 13 стих. Чтобы получить спасение, нужно увидеть себя погибающим грешником, нуждающимся в прощении грехов и получении жизни вечной. Нужно уверовать в истинное свидетельство Библии о Боге, о положении человека, о пути, указанном для спасения. Мы уже говорили, что все люди грешники, и будет не так, как я думаю, а как сказано в Священном Писании. Если человек в своей жизни не испытывал нужды в спасении через Иисуса Христа, он обречен на погибель. «Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главой угла, и нет ни в ком ином спасения». Книга Деяния, 4 глава, 11 стих. «Не я ли Господь? И нет иного Бога, кроме меня, Бога праведного и спасающего нет, кроме меня. Ко мне обратитесь, и будьте спасены, все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Книга пророка Исаия, 45 глава, с 21 по 22 стих. «Нужно обратиться к Богу, покаяться перед Ним, и тогда Он даст свое спасение даром. Ибо сказано, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения». Второе послание Коринфянам, 6 глава, 2 стих. Итак. «Веруя в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты, и весь дом твой». Книга Деяния, 16 глава, 31 стих. «Это прекрасное обетование для ищущих спасения, веруя в Господа Иисуса Христа. Молись с раскаянием, и ты спасен». Третье. Жизнь, достойное спасения. Это жизнь, похожая на нашего Спасителя и угодная Богу. Нельзя, покаявшись и получив спасение, снова жить жизнью грешника, ругаться, пьянствовать, воровать и прочими грехами бесславить Бога, чтобы уничтожить грех, Сыну Божьему пришлось идти на крест и там умереть. Можем ли мы теперь сделать то, что заставило страдать Христа? Если мы сознательно грешим, то этим самым распинаем Христа и достойны вечного осуждения. Слово Божие убеждает нас. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себе всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвизаясь против греха. Послание к евреям, 12 глава, с 1 по 4 стих. Христос сказал, «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». Евангелие от Матфея, 11 глава, с 28 по 30 стих. «Наш долг — приходить и учиться у Христа. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». 1 послание Петра, 2 глава, 2 стих. Словесное молоко. Это слово Божье. Чтобы сохранять свою душу в святости и быть достойным спасения, нужно поступать по слову, которое Бог оставил для нас. Вот испытанный метод, помогающий жить достойно спасения. «Как юноше содержать в чистоте путь свой? Хранением себя по слову Твоему». Псалом 118, 9 стих. «В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». Псалом 118, 11 стих. «Находясь в среде, где люди хвалятся грехами и смеются, делая грех и зло, трудно хранить себя святым, потому и сказано нам, чтобы мы возлюбили Слово Божие и поступали так, как оно говорит нам. Нужно возгревать в себе молитвенную жизнь и просить у Бога силы, чтобы побеждать все неугодное Ему в своем поведении и взаимоотношениях с людьми. Необходимо поступать достойно Бога, употребляя усилия для святой и чистой жизни во Христе Спасителе. «Чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога». Послание Колоссянам, 1 глава, 10 стих. «Мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего в вас свое царство и славу». 1 послание фессалоникийцам, 2 глава, 12 стих. «От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его». Евангелие от Матфея, 11 глава, 12 стих. Крещение. О крещении говорится в Евангелии. Иоанн Креститель крестил народ, приготавливая его к явлению Мессии, Иисуса Христа. «Явился Иоанн, крестя в пустыне, и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов». Евангелие от Марка, 1 глава, 4 стих. Иисус Христос принял крещение от Иоанна Крестителя. «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил, «Мне надо накреститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». «Тогда Иоанн допускает его, и крестившийся Иисус тотчас вышел из воды, и все отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил как голубь и не спускался на него». Евангелие от Матфея, 3 глава, с 13 по 16 стих. Крещение происходит через погружение в воду. Иоанн проводил крещение в реке Иордан. Крещение — это заповедь Господа Иисуса Христа, которую Он оставил Своим ученикам. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Евангелие от Матфея, 28 глава, 19 стих. Крещение совершается над людьми, уверовавшими во Христа как своего Спасителя в сознательном возрасте. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Евангелие от Марка, 16 глава, 16 стих. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде. И Евнух сказал, «Вот вода, что препятствует мне креститься». Филипп же сказал ему, «Если веруешь от всего сердца, можно». Он сказал в ответ, «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий». «И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду Филипп и Евнух, и крестил его». Книга Деяния, 8 глава, 36 по 38 стих. Как следует из приведенных текстов Библии, та душа, которая не имеет веры или в силу возраста, не может осмыслить действия крещения, не может быть крещена. Христос и Филипп указали именно на веру, как на условия для совершения крещения. Мне в свое время приходилось проповедовать в тюрьме строгого режима. Когда я спросил, «Кто из вас крещен?» «Поднимите руку». Поднялся лес рук. А все эти люди сидели за особо тяжкие преступления. Проблема в том, что их крестили без их веры, поэтому крещение не принесло им никакой пользы. Духовный смысл крещения. Крещение совершается во имя Триединого Бога, в смерть Господа Иисуса Христа. Крещение – это погребение для греха и воскресение для новой жизни во Христе. «Крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Евангелие от Матфея, 28 глава, 19 стих. «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых, славу Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Послание к римлянам, 6 глава, 3 по 4 стих. Крещение – это обещание Богу жить в доброй совести. «Так и нас ныне, подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа». Первое послание Петра, 3 глава, 21 стих. «Через крещение душа приобщается к Церкви Христовой и участвует в таинстве причастия, вечере Господней или хлебопреломления. Уверовав в Иисуса Христа, человек должен креститься. Если он здоров и не принимает крещение, он не может быть спасенным. «Кто будет веровать и креститься, спасен будет». Церковь. «И я говорю тебе, ты, Петр, и на сем камне я создам Церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Евангелие от Матфея, 16 глава, 18 стих. «Иисус Христос является Создателем Церкви. Церковь – это не здание или какая-то христианская конфессия, а собрание уверовавших во Христа людей из разных народов, принявших Христа как своего Спасителя, рожденных от Духа Святого. Церковь – это тело Христова, а Он – глава. «Ныне радуюсь страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорби Христовых за тело Его, которое есть Церковь». Послание Колоссянам, 1 глава, 24 стих. «И Он есть глава тела Церкви. Он – начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство». Послание Колоссянам, 1 глава, 18 стих. «Потому что муж есть глава жены, как и Христос – глава Церкви. И Он же – Спаситель тела». Послание к Ефесянам, 5 глава, 23 стих. Восхищение Церкви. «Христос придет забрать свою Церковь к себе. Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога, и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обители много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где Я». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 1 по 3 стих. «Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетлении, и смертному сему облечься в бессмертии». Первое послание к Ефесянам, 15 глава, с 51 по 53 стих. «Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретене Господу, на воздухе. И так всегда с Господом будем. И так утешайте друг друга семи словами». Первое послание фессалоникийцам, 4 глава, 16-18 стих. «Слово Божие подтверждает истину о взятии с земли детей Божьих». Мы прочитали, как произойдет это славное событие. Христианин ожидает этот момент и готовится к нему. И только готовые, как пять мудрых дев, в притче Христа в 25 главе Евангелия от Матфея, и ожидающие будут восхищены в Царство Небесное. Так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение. Послание к евреям, 9 глава, 28 стих. Церковь — это невеста Христа. В такое высокое положение возносит Бог уверовавших во Христа людей. «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». Книга Откровения, 21 глава, 7 стих. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак ангца, и жена его приготовила себя, и дано было ей обличиться весон чистый и светлый, весон же есть праведный святых. И сказал мне Ангел, напиши, блаженный званный на брачную вечерю ангца, и сказал мне, сии суть истинные слова Божьи». Книга Откровения, 19 глава, 7 по 9 стих. Загробная жизнь. Библия раскрывает нам, что человек бессмертен, и после этой земной жизни попадает в рай или ад. Человеку, который грешил и поступал беззаконно, очень хочется, чтобы не было никакой загробной жизни. Атеисты утверждают, что нет никакой души, и мы ничем не отличаемся от животных. Бог, который сотворил человека по образу и подобию своему, вдунул в тело человека дыхание жизни. В этом и есть подобие Богу, потому что его дыхание вошло в естество человека, и стал он душою живою. Мы рассмотрим некоторые тексты из Писания, подтверждающие бессмертие души человека. «И не бойтесь убивающих тела, души же немогущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Евангелие от Матфея, 10 глава, 28 стих. Здесь Христос говорит о том, что душу нельзя умертвить. Умер нищий, и отнесен был ангелами на лона Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И, возопив, сказал, «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде, и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени всем». Евангелие от Луки, 16 глава, 22 по 24 стих. Умер нищий. Если душа умирает или перестает существовать после смерти, тогда что было отнесено на лона Авраамова? Есть некоторые религиозные деноминации, считающие, что душа в день смерти исчезает. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 19 стих. «И когда он снял пятую печать, и я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели, и возопили они громким голосом, говоря, «Да коли, владыка святый и истины, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу!» И даны были каждому из них одежды белые. «И сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока их сотрудники, их и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число». Книга Откровения, 6 глава, с 9 по 11 стих. Души мучеников за Слово Божие просят у Бога праведного суда над нечестивыми. Это говорит о том, что человек как личность не зависит от своего тела, но человек – вечная личность, и в этом мы подобны Богу. А о воскресении мертвых не читали ли вы, реченого вам Богом? Я – Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но живых. Евангелие от Матфея, 22 глава, с 31 по 32 стих. «Христос подтверждает, что Авраам, Исаак и Иаков живы, и наш Бог не Бог мертвых, но Бог живых». «Кому же вы уподобите меня и с кем сравните?» говорит Святой. «Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их щитов. Он всех их называет по имени, по множеству могущества и великой силе у него ничто не выбывает». Книга пророка Исаия, 40 глава, с 25 по 26 стих. Этот стих утверждает, что даже материя не исчезает бесследно, тем более человек, созданный Богом по его образу и подобию, вечен. Рай. Рай – это Царство Божие, Царство Небесное, небесные обители, новая земля и новое небо. Рай – это место пребывания Бога, святых ангелов и спасенных людей. Чтобы попасть в рай, нужно уверовать во Христа как Бога и Спасителя наших бессмертных душ. Именно это и сделал разбойник, висевший на кресте рядом с Иисусом Христом. Другой же, напротив, унимал его и говорил, «Или ты не боишься Бога, когда и Сам осужден на то же, и мы осуждены справедливо, потому что достойно по делам нашим приняли?» А Он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу, «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». И сказал Ему Иисус, «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю». Евангелие от Луки, 23 глава, 40 по 43 стих. «Разбойник попал в рай, потому что признал себя виновным, а распятого рядом царем царей. Он поверил в загробную жизнь и верил, что Иисус после смерти пойдет в свое царство. Мы попадем в рай, если поступим так же, как этот разбойник. Он попал в рай, не крестившись, так как был осужден на крестную смерть». Христос многими притчами раскрывал Царство Божие, объясняя, как туда попасть. Всякий читающий Слово Божие найдет это на страницах Нового Завета. Апостол Павел был восхищен в рай. Что он был восхищен в рай и слышал неизвеченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Второе послание Коринфянам, двенадцатая глава, четвертый стих. «Ад, ад — место мучения дьявола, падших ангелов и людей, не принявших Христа как своего Спасителя. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелом его». Евангелие от Матфея, двадцать пятая глава, сорок первый стих. «И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Евангелие от Матфея, двадцать пятая глава, сорок шестой стих. «А дьявол, прилечавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк будут мучиться день и ночь во веки веков». Книга Откровения, двадцатая глава, десятый стих. «Ибо праведно пред Богом, оскорбляющим вас воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадую вместе с нами в явлении Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его, в пламенеющем огне, совершающего отомщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию, вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его». Второе послание фессалоникийцам, первая глава, шестой по девятый стих. «Так будет при кончине века, и зыдут ангелы, и отделят злых из среды праведных, и вверкнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов». Евангелие от Матфея, 13 глава, 49-50 стих. «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим. И смерть, и ад повержены в озеро Огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное». Книга Откровения, 20 глава, с 11 по 15 стих. Эти и многие другие места из Библии, говорят нам об Аде, как о реальном месте во Вселенной, где будут вовеки мучиться сатана и все те, кто отверг любовь Божью. Будет праведный суд Божий, и каждый будет судим по делам своим. Чтобы избежать этого суда, нужно послушаться Слова Божьего и поступить так, как оно говорит нам. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 36 стих. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Евангелие от Иоанна, 5 глава, 24 стих. Смерть Смерть — прекращение или полная остановка биологических и физиологических процессов жизнедеятельности организма. Смерть — это следствие грехопадения человека. Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Послание к римлянам, 5 глава, 12 стих. Бог создал человека, чтобы он общался с ним и исполнял его волю. Своим непослушанием Богу человек согрешил и стал смертным. «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься». Книга Бытие, 3 глава, 19 стих. «И как бы мы не держались за жизнь, все равно рано или поздно нам придется умереть». Человек не желает думать о смерти и старается жить, как будто ее вообще не существует. Библия раскрывает нам причину смерти и то, что ждет человека после смерти, когда он оставит свое тело. Мы узнали, что грех родил смерть, и она придет к каждому человеку в свое время. «Человекам положено однажды умереть, а потом суд». Послание к евреям, 9 глава, 27 стих. «Нам придется предстать предправедным судьей и дать отчет за свою жизнь. Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Второе послание Коринфянам, 5 глава, 10 стих. Смерть является переходом в загробную жизнь. Христос своим воскресением победил смерть, и этой победой дал всем верующим в Его искупительную жертву, совершенную для нашего спасения, право перейти через телесную смерть в жизнь вечную. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Евангелие от Иоанна, 5 глава, 24 стих. «И потому для христианина смерть является не концом всего, а началом вечной жизни, которую он приобрел через веру в Христа, как своего Спасителя». Вот почему апостол Павел торжественно заявляет. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный». Второе послание Коринфянам, 5 глава, 1 стих. «Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение». Послание филиппийцам, 1 глава, 21 стих. «Это право на вечную жизнь с Господом предоставлено каждому человеку выбор за нами». «Что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали, «Веруя в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Деяние, 16 глава, 30-31 стих. «Если кто не пожелает верить в то, что совершил Христос, чтобы нас спасти, соответственно, та душа идет в вечную погибель». «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 36 стих. «Всякий может избежать гнева Божьего, приняв Христа как своего Спасителя, потому что Он является Спасителем мира. О женщине той говорили, «Уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира, Христос». Евангелие от Иоанна, 4 глава, 42 стих. «Ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога Живого, Который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных». 1 послание Тимофею, 4 глава, 10 стих. «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» Евангелие от Матфея, 27 глава, 22 стих. «Этот вопрос задал римский правитель Пилат народу, требовавшему распятие Христа. Он имел право отпустить Иисуса и имел право предать Его казни. Новугоду народу Пилат предал Христа на распятие. Каждый читающий и слышащий о Христе что-то делает с Иисусом. Или принимает Его как своего Спасителя и Бога, или отвергает Его и не видит в Нем Бога и Спасителя. Что сделаю я с Иисусом Христом? От этого зависит моя будущность, вечность. Он со своей стороны сделал все, чтобы каждый человек был спасен. Об этом мы говорили в этой книге. Теперь, чтобы быть спасенным и иметь вечную жизнь, необходимо не остаться равнодушным к величайшей любви и привилегии, которую предлагает нам Бог в Иисусе Христе. Он наш Спаситель. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную» Евангелие от Иоанна, 6 глава, 47 стих. Быть безразличным к Божьему дару вечной жизни и равнодушно относиться к крестной смерти Сына Божьего – величайшее оскорбление любви Божьей. Это приведет человека к вечному осуждению вместе с дьяволом. Даже если человек никому ничего не сделал плохого, но не почтил Бога в своей жизни и не принял его дар прощения грехов и жизнь вечную, он погибнет. Наше спасение очень дорого досталось Богу. Он отдал своего единородного Сына на ужасные муки и смерть ради нашего спасения. Читать об этом историческом факте и остаться безразличным к своему спасению, которое даром предлагается любому человеку – это весьма отчаянно и нелогично. Дорогой друг, Бог предлагает тебе даром право на вход в небо. Рай, вечную жизнь, а ты все это меняешь на грех, все его последствия и вечную погибель. Так делать нельзя. Это дьявольский обман. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя единородного Сына Божия. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 18 стих. Мы всех убеждаем. Верьте Христу, как своему спасителю. Покайтесь в своих грехах и живите с Ним здесь, на земле, и после этой жизни, в небе. Да благословит вас Господь и даст вам свой мир и радость спасения. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!